Подобные видео в социальных сетях можно было увидеть с утра, где показаны моменты землетрясения. Люди, живущие в многоэтажках, в панике начинали выходить во дворы. На некоторых улицах даже образовывались пробки. На заправках можно было наблюдать очереди за топливом. Отметим, что МЧС оперативно отреагировала, и глава ведомства доложил гражданам об обстановке в стране. По его данным, в нескольких районах Иссык-Кульской области и столице жители почувствовали подземные толчки. Это было землетрясение магнитудой до 5 баллов. Жертв и разрушение не зафиксировано, заявили в ведомстве. Эпицентр землетрясения, который почувствовали в Бишкеке, располагался на территории Китая магнитудой до 7 баллов. Землетрясение ощущалось на очень большой территории, затронув Китай, Кыргызстан, Казахстан, Узбекистан и ещё несколько отдалённых стран. «Во-первых, сразу же после получения оперативных данных из Института сейсмологии мы с нашими региональными подразделениями начали обрабатывать эти данные и на месте в оперативном порядке принимали меры. Во-вторых, мы провели совместно с сотовыми компаниями работы по оповещению с населением и разместили информативные материалы в социальных сетях. На сегодня обстановка стабильная и ситуация под контролем». Ощутимые толчки особенно почувствовали жители Каракола и близлежащих сёл. В результате землетрясения на стенах ряда образовательных зданий появились трещины. По словам специалистов, регион находится в интенсивной сейсмической зоне. «Наши Секульский регион находятся в девятибальной зоне. У нас были подобные землетрясения и происходят по сей день. Вчерашние толчки мы, к сожалению, не смогли вовремя выявить из-за отсутствия специальной аппаратуры. Для этого даже не выделяют средства». По словам сейсмологов, в регионе идёт сейсмическая активизация. До сегодняшнего дня сильные толчки наблюдались в 2008 году в селе Нура. Такая цикличность на протяжении многолетних наблюдений и фиксируемых данных строго соблюдается. Поэтому ещё около трёх лет мы можем ожидать чувствительные землетрясения силой 5, 6 или 7 баллов. «Надо сказать, что на юге Тюньшани у нас проходит Гессара-Кухшайская сейсмогенерирующая зона, которая очень активна на протяжении всей истории Тюньшанского аэрогена. Вот посмотрите, если мы посмотрим на эту карту, здесь вы видите распределение, эпицентральное распределение землетрясения с начала года по 22 января. И общее количество землетрясений – порядка 500 землетрясений со фторшоками». В результате подземных толчков в Кыргызстане жертв и разрушений не софиксировано. Гусстрои заявили, что дома столицы могут выдержать толчки силой до 9 баллов. В связи с землетрясением в регионе Гусстрой обращает общественности, что проводится работа по выявлению дефектов на объектах строительства в усиленном режиме. Граждане, заметившие дефекты на каких-либо объектах, могут обратиться по прямому контактному номеру с фото- или видеоматериалами по номеру 0555 57 92 57. «Касательно по социальным объектам, на сегодняшний день все строящиеся и недавно введенные эксплуатацию объекты, они все абсолютно отвечают всем требованиям. По социальным объектам, что касается школ, детских садиков, у них идут особые требования и отвечают всем нормам, и могут отвечать до 9 баллов. И каких-либо сомнений в части строительства социальных объектов не должно быть». В связи с произошедшим сегодня ночью землетрясением, ЗАО Кумтор Голд Компани сообщает, что ситуация на руднике Кумтор стабильная. Отмечается, что жертв и разрушений на руднике Кумтор нет. В настоящее время рудник работает в обычном штатном режиме. Кроме Кыргызстана, землетрясение также ощутили в Казахстане, Таджикистане и Узбекистане. В Алматы, по предварительной информации, в результате землетрясения пострадали 44 человека. Трое госпитализированы. 31 человек отправлен на амбулаторное лечение, говорится в сообщении Пресс-службы Минздрава. 10 детей получили медицинскую помощь. 5 из них госпитализированы. Остальные отправлены на амбулаторное лечение.